Всем привет, с вами Индумер! Стоял я сегодня на работе и думал такой, задумался, а почему я называю, собственно, этот ват Heroes Tales? Вообще-то есть такое правило в английском языке, если стоит апостроф в конце слова, в данном случае заканчивающийся на S, да или вообще, в принципе, если стоит апостроф, то это будет притяжательное местоимение, если есть управляющее слово. Соответственно, сказки героев, они не стали использовать название Tales of Heroes, они написали Heroes Seize Tales, в данном случае будет правильно, хотя сама фраза, в принципе, не так уж грамотно использована, ну да ладно. В общем, Heroes Seize Tales, а не Heroes Tales. Итак, дети, домашнее задание. Какая буква, кроме S, будет давать такой же эффект, чтобы читалось как Seize на конце? Вот. Ну что ж, поехали, аж музыка закончилась внезапно. Хе-хе, 19 уровень, это то, где мы остановились сами вчера. И это уровень от Shadow Man, я сразу вспомнил его автора, сразу вспомнил, кто это такой, называется Spamning Butts. Как будто приехал к нам прямиком из Fallout, 247 монстров, 2 секрета, выход виден сразу. И примечательно то, что уровень называется точно так же, как уровень из Первого Дума, хотя играет музыка из Второго Дума. И где же здесь, интересно, будет старый добрый шотган? А, кажется, он валялся где-то вон там, снизу, стоят еще ракеты, хренача по мне какие-то чинганеры сверху, в каких-то башнях, бойницах, один на крыше вообще стоит. Ну, прикольно, значит, Shadow Man показывает нам, что мы подходим к какой-то то ли лаборатории, то ли какой-то базе, короче, к какому-то недружелюбному месту, которое, очевидно, захвачено ворогами. И предстыд, там что-то лазит, что-то делает, что-то искать. Я слышу о Рахнотроне. Ну, где он может быть, не знаю, возможно, где-то там комната, в которой монстры находятся и стоят там для того, чтобы потом быть телепортированными. Я забываю все время, как называется эта комната, потому что сам в своем маппинге ей не пользуюсь. Но у нее есть название, пожалуйста, напишите это название в комментариях, мне будет любопытно вспомнить. Так, ну что ж, действительно кислота, по пять. И это, кажется, вся улица, все, что здесь есть. Довольно симпатично выглядят, действительно, какие-то горы, какие-то Rocky Formations, так называемые. Выход вон он, кустик какой-то стоит. И опять же этот самый же Скайбокс, который преследует нас уже сколько-то уровней. Очень идентично тоже выглядит в данном случае, но что здесь делать? Куда бежать? Куда ломиться? Будет любопытно, конечно. А, вот он телепорт. Нет. Будет занятно, конечно, делать склейку в самом начале. Шидоуменского уровня, но я знаю, что такое гипотически возможно. Опа, я там вижу наплечник ревенанта, который торчит. Хорошо. Значит, однажды это все пооткрывается и повысвобождает нам ревенантов. Но что делать? Куда идти? Вон, кстати, синяя броня лежит. Ага, окей. Что-то это дало. Что-то это, что-то это принесло. Ага, вот они все. Значит, любопытно, но нужно было именно подобрать вот эту синюю броню для того, чтобы что-то начать. Что-то стартануть. Надеюсь, мне хватит патронов, чтобы с ними всеми разобраться. Ну, ловко я, конечно, подзапалил ревенантов, которые торчат заранее. Благодаря этому я, нет-нет, доготовился к этой битве, предполагал, что она может наступить рано или поздно. Хотя я думал, что все-таки поздно, когда я уже буду на оружии. Когда я вернусь сюда, очевидно, чтобы попасть в эксит или что-то типа того. Так, ну хорошо, вроде удалось справиться, даже вообще без потерь. Так, шотган шелс. Еще хелс бонус. Армор бонус. Тут вообще не открылось. А в центральном ничего не лежало. Кто? Кто? Откуда? Или это внутри дамажит? Да, это дамажит внутри, хотя мне показалось, что экран у меня покраснел. О, Арч. Какой жестокий, какой суровый шедоумен, а? Заставляет меня сражаться с этими монстрами, имея в руках практически нифига. Хорошо то, что Арч увлекся, но ему прямо хочется, ему нравится. Он не пошел никого воскрешать, он просто стоит. И как на фас монстр бесконечно кастует. Любопытный молодой человек. О, кто-то где-то откуда-то меня домогнул. Я уверен в этом. Вон он. Так, кстати, Мауслук-то мы отрубаем, а то я что-то на приколе стою и подняв забрал и атакую этого пулеметчика. Так, ну вроде все. Вроде все успокоились. Кстати, этот уровень, вероятно, не будет таким уж коротким. О, у меня есть ранец. Хотя, может быть, может быть. Интересный заход. К слову. Вот чего-чего я не ожидал, так это вот этого. Со всех сторон набегают ипы. Вот она лежит с эго. Хорошо. Ничего себе, сколько монстров нет. Возможно, уровень все-таки да будет короткий. Хотя, как знать, как знать. Непростая довольно ситуация. Я не ожидал вообще-то, что она развернется именно в таком ключе. Но, должен сказать, то, что выглядит занятно. Очень даже, кстати, занятно выглядит. Ревенанты тоже тут могут бегать. В этом их силы, в этом их хитрость. Оп. Упал на голову какому-то пинкарю. Там он бегает аршвайл. Вообще, довольно суровое место. Реально жестокое. Прямо как мир. Опс. Да, место вообще-то, кстати, довольно плохое. Ладно. Надо что-то здесь делать. Надо как-то пробиваться сразу к ракетнице. Очевидно, что не через этот край. Через ипов. Которые потихоньку-потихоньку только-только лезут сюда. Вообще, достаточно жесткое место. Вообще-то. У Шедо Мэна, кстати, на поверку. Вот если так судить. Я думаю, ни для кого это не будет откровением. У него здесь какие-то самые проработанные карты. На самом деле. Самые какие-то такие. Заядлые. Вот Шедо Мэн здесь вообще. В этом спидмаппинге. В спидмаппинге прямо сияет. Очень хорошие у него здесь карты. Такие довольно большие. Обширные. Уж не знаю, делал ли он их в курсе именно спидмаппингов. Или доделал его уже потом. Для того, чтобы сделать полноценный мегаватт. Но очень крутые карты. Хотя, насколько мы знаем, Шедо Мэн даже сейчас, участвуя в спидмаппингах, умудряется делать реально здоровые карты. Реально большие. Так что, возможно, это чисто его фишка, его способность, его какой-то талант. Делать огромные карты именно в курсе спидмаппингов. Какие-то вообще сделал. Но бегать по головам довольно плохая история. Поэтому я, наверное, так делать не буду. И со всех сторон находятся враги, которые просто зонят меня. Они не дают мне перемещаться там, где я хочу. Конкретно стоит Арчвайл. Конкретно пулеметчики стоят. Опять же в окошечках по бокам. Ладно, я, наверное, не буду тратить абсолютно все патроны. Они мне еще пригодятся на Рокете. Жесткий, жесткий уровень. Реально коварный. И, наконец-то, действительно какое-то обширное, большое и при этом проработанное место. Вот это меня прям радует. Так, кстати, надо бы еще костюмчик себе подраздобыть. Карчвайл меня не сжег окончательно. Здесь тоже что-то есть. О, ты там что делаешь? Бойня знатная вообще-то здесь. По ракете. Постоянно поднимаю по одной ракете. Ну, хоть что-то. Лучше, чем ничего. На самом деле, наверное, было бы даже получше, если бы Shadow Man... Ну, хотя не мне, опять же, судить. Но было бы прикольно, если бы Shadow Man для этого уровня подобрал какую-то перводумскую музыку. Мне кажется, в этом был бы смысл. Вон он стоит поливает. И ведь с другой стороны точно такой же. Возле той бойницы накиданы какие-то фаерболы. Кажется, какие-то ипы пытались дострелить до этого пулеметчика, который, очевидно, всех задолбал. В том числе и самих ипов. Ох. Давай. Хорошо, один лег. Сейчас нужно будет также угостить и второго. Главное, чтобы патроны не позаканчивались. Вроде здесь, на этом уровне, пока что с этим проблем не было. И по-хорошему бы убрать еще того Арчвайла. Вот его прямо очень хочется убрать поскорее. Так, иди сюда, Арчвайл. Хорошо. Достаточно хорошо. Опа. А вот и Патрики. Я что, в Москве? Так, как бы убрать того надоедливого пески пулеметчика, а? Хорошо. Прямое попадание, прицельное. Захавал один костюм спиной. Надеюсь, это не обернется мне какой-то проблемой. Хотя костюмов здесь реально много. Я думаю, что их здесь накидано больше даже, чем нужно. Телепорты никогда не работают. Интересно, зачем они вообще нужны? Хм, ладно. Неплохо, неплохо. Мне действительно впечатляет этот уровень. Действительно впечатляет, как он разворачивается. Шедоумен вообще могет, на самом деле. Да и всегда мог. И при этом, что мне отдельно всегда доставляло в шедоуменовских уровнях, то, что они никогда не были подретузно сложными. Они всегда были сложными. Но не подретузно. То есть, в этом надо видеть разницу. Между обычной сложностью и подретузной. Вот Шедоумен видит. Видите ли вы? Вопрос, который достоин отдельного домашнего задания. Или контрольной работы. Неплохой бой, кстати, с какодемонами. Не ожидал я, что они смогут телепортироваться прямо сюда. И круто. Такие окна выразительные. И видно вот это небо. Здесь Шедоумен очень сильно в этом уровне играет от Скайбокса. Показывая нам небо. А, как и демон, оказывается, еще и здесь бывали. Круто. Куда ни кинь взгляд в окно, всюду Скайбокс. Это классно. Это реально здорово. Да и вообще, почему бы не похвастаться красивым Скайбоксом, если он на уровне реально красивый. Плюс там еще, опять же, какие-то Рокки Фармейшнс. Ого. Че кричишь-то? У меня, кстати, патроны все на Рокки-то закончились. Потянулся за Рокки-то моего, его-то и не было. Ну что, ты будешь сегодня падать? Очевидно, нет. Сколько ты хочешь? Я же вроде выдал ему пять. Примечательно то, что, насколько я помню, был раньше, ходил такой прикол. Не знаю, насколько достоверно, но якобы в старые времена. Ого. Барона и Хеллнайта называли козлами трехзарядными и пятизарядными. Точнее, пяти и трехзарядными, соответственно. Разумеется, где пятизарядный, там барон, где трехзарядный, там хелл. Козлы, а? Вот, и кто-нибудь из золдов может это вспомнить? Шедоумен бы уж точно, наверное, вспомнил. Мне кажется, это довольно... Довольно-таки расхожее было название для этих двух монстров. Я имею в виду не козлы, а именно зарядные. Двух, там... Ой, точнее, трех, пяти. Сколько дверей, а? Ох, можно было добраться до них таким макаром. Так, ну что-то я включаю. Надеюсь, это однажды приведет меня к выходу. Прикольно, что... Я не знаю, как переводится. Спавнинг в адс, кстати. Но мне очень нравится то, что и здесь вот эта фишка есть с этими вот открывающимися стенами, порталами. И здесь в начале уровня тоже. Как бы зеркально, знаете, как будто дублирует. Вот это реально хороший уровень. Вот я ничего плохого про этот уровень вообще сказать не могу. Он реально хороший. Классно сделан. Интересно, что я все время нажимаю? А, тут оказывается еще были хитсканеры, эти чинганеры. Все. Чинганеры NoMo. Опа. Вот это уже действительно второй дум напоминает. Ферма шотгановых патронов. И где-нибудь в одной из этих нычек будет где секрет, а? Сто процентов. Шедоумен, он такой, знаете, он вот такой вот. Вот это Шедоумен, он вот такой. Он прям мапперстар из Акалки. Я честно скажу, я не фанат Шедоуменовских уровней. Если мы, конечно, не говорим про Чулокши или Инквизитора. По этим вещам я дико фанатею, как думаю и многие. А если брать обычные его вот такие вот уровни под дом. Стоит отметить то, что у Шедоумена всегда и дизайн хорош. И стиль отличительный Шедоуменский, тоже хороший. И что немаловажно, у него всегда нормальный геймплей. Вот реально. Бывают, конечно, душные моменты и все такое, но у кого их не бывает, да? Но в целом он вот умеет делать именно классику геймплейную для думских уровней. Вот ты просто бегаешь, просто дерешься по каким-то просто коридорам. То есть все такое вот, такое вот, такое думское в его уровнях. Вот прямо думское до невозможности. Но при этом, как мы знаем, человек умеет еще делать и другие вещи по типу... Как раз таки вот Инквизитора и Чулокша. Че это с этим парашничком? Приключилось, а? Ох, как больно. Несмотря на то, что брони у меня много. Как же остановить этого парашничка, а от мучения его избавить? Хоть бы выдолкнуть его как-то оттуда. Или их там несколько. Спавнинг 20-то, наверное, что-то вот про это. Про какую-то телепортацию гребаную, типа того. Да что ж такое-то, а? Ладно. А, это здесь. Здесь еще один такой же бедолага застрял. Все, что ли? С двух шотгановых выстрелов успокоился? Это странно. Ну ладно. Так, хорошо, что еще у нас тут есть? Я открыл какую-то дверь, из которой прямо посыпались чинганеры. Очевидно, я все сделал правильно. Кажется, что в этом уровне как будто даже ключи не нужны. Просто бегаешь, что-то нажимаешь, что-то делаешь, пока не перейдешь к какому-то результату. Кажется, Shadow Man подготовил какую-то бойню. Ну, нету, конечно. Кажется мне, что в конце концов там будут кинькиберы на той полянке, где мы начинали уровень, и там, где, соответственно, выход. Ну, что-нибудь такое. Что-нибудь ядреное, я думаю, он подготовил. Потому что, в принципе, я все уже сделал. Никаких ключей, никаких цветных дверей я не видел. Куча только рубильников, куча свечей. Вот это, наверное, единственный весомый минус в этом уровне. Куча свечей, куча рубильников, которые абсолютно непонятно, что делают. Это совершенно ненаглядно. Вообще. И это не в хорошем контексте, разумеется. Реально ненаглядно, абсолютно. О, секрет внезапно. Кайф. Что делают рубильники? Какие? Какого черта я их нажимаю? Ну, надеюсь, что все, что мне осталось, это вернуться обратно, и... О, все закрыто. Это я... Параллельно какое-то место, что ли, попал? Чего все... А-а-а. О-о-о. Ну, я же говорю, сейчас что-то добудет. Глаз. Привет, Ромеро. Еще один глаз. Так, ну кибор или мастер-майнд? Мастер-майнд. И кибор. Можно было их свести, кстати. Это старая добрая Готча. Не знаю, правда, как толково это сделать. Хотя, наверное, надо просто... А, ну он же спит. Ну ладно, ладно. Довольно просто, кстати. Если он спит, то что... Ой-ой-ой-ой. Что-то там открылось, когда я отходил. Что, где открылось-то? Ага, пооткрывались двери. Я понял, хорошо. Прям в лобешник. Давай мастер-майнду. Хорош. Мастер-майнду, кстати, так просто попасть в лобешник. Ну вы поняли. Так, давай мастер-майнд вместе с тобой. Будем работать. Пляшу сражаться. Хотя, кстати, на... Вот в таком бою вполне вероятно то, что мастер-майнд и так бы победил его. Ну теперь уж точно победил. Но реально. Реально. В таком бою вполне возможно, что мастер-майнд его кокнет. Такие случаи уже бывали, мы с вами их видели, наблюдали. Конкретно я помню, такое было в уровне от Бенгал Тайгера, который был Castlemania, назывался. Castlemania. Там я показывал, как мастер-майнд урабатывает кибер-демона один на один. Конечно, у мастер-майнда очень мало хп остается, но тем не менее он убивает. Но, к сожалению, мастер-майнд... Даже с поддержкой не справился. Даже не близко нифига. Зато посмотрите, как он прострочил стену за кибер-демоном. Реально прострочил. Вот именно это как раз-таки подставил мастер-майнда, потому что он вроде и стреляет, но разброс чудовищный. Офигеть, он аж вон до туда дострелял. И вон до туда. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет, это чудовищно. Так, очередной бой инкаминг. Паучки. Арчички. Смотрите, карчево уже даже и не сдох. Нифига себе там напихали эти архнотроны. Так, ну хорошо. Что-то все еще шедоумен готовит. Но что непонятно, еще сотня монстров практически. Ладно, 90. Хорошо. И, по крайней мере, я спокоен, потому что у меня реально много патронов есть. Это меня прям очень сильно успокаивает. У меня патроны есть на всем, вообще. На всем, что мне только нужно. О, синий ключ, внезапно. Первая цветная дверь, уже почти весь уровень прошел. Мне только показали цветную дверь. Пара арчи. Сколько здесь арчи, кстати, уже? По-моему, это... По-моему, это... А, вон еще арчи бегают. Что-то в уровне... О, сколько реально в уровне арчей. А зачем? Столько тут? Нравится арчи? Не знал. Не знал, что шедоумен фанатеет по арчам. Не знал. Теперь буду знать. Ну, слушайте, реально в этом уровне арчвайлов прям много. Уровень прям такой классический. Вот суперклассический дунский. И причем, да, ведь реально, это прям реально похоже на геймплей ТНТ. Вот реально похоже. Вот прям серьезно. На полном серьезе похоже на ТНТшный геймплей. Вот прям по факту. Это не Плутоний отдает. Это реально отдает ТНТшности. Так, кстати, сегодня ключ у арчвайна. Ну ладно, разберем с этим потом. Вот это, кстати, плохо. Как мне их оттуда выковыривать-то? Кажется, придется спускаться в зеленку и драться с ними там. Жестко, жестко. Реально, вот тут с арчвайлами шедоумен прям вообще разгулялся. Ага, у меня есть синий ключик. Возможно, что-то это даст. Вау. Ого. Так это еще даже и не конец. И даже не конец жестких боев. Неужели это реально будет бой с огромной гигантской толпой ревенантов, прикиньте? И что? И к чему я-то пришел? И что? А, там вон рубильник. А что, реально столько ревенантов? Манклубусы. Ха, странно. Довольно пугающая штука, но... Ага, вы уже все здесь. Но для чего? Или это просто такая пугалочка, и потом он их всех прессом подавит, а? Нет. Кажется мне, друзья мои, что нет. Мне кажется, что он при пасах как раз-таки для финальной битвы, которая практически гарантированно будет происходить в том месте, где мы начинали уровень. Я вот почему-то прямо чувствую это. Хитерша, думаем. Хитер. Хитер шестер. Да, ты меня отправил. Да, аршвайлы там, конечно, по полной разыгрались. Тот самый мерзотный трюк, тот самый. Это он. Я его узнал. Запустить аршвайлов туда, где ты уже был, чтобы они навоскрешали всех, кого ты убивал ранее, при этом чтобы ты очень нескоро мог до них добраться, до этих долбанных аршей. Ну, конечно, клево, он их там пораспамил. Так, ладно, давайте что-то с этим делать, что уж остается-то. Аршвайлу прям нравится, смотрите, он прям увлекается воскрешением. Он прям реально увлекается, он стоит и воскрешает, и воскрешает, и воскрешает. Так, хорошо, вроде всех мы здесь положили, как-то отсюда уйти. Осталось еще 50 монстров, плюс-минус, и это как раз-таки и будут. Эти самые реминанты с этими самыми... Манкубаями. Так, очевидно, открылось вот это, да. Нет. Так, а зачем это было все? Элементаль более резво откуда-то вылетел, прямо реально вылетел, реально резво. Нет, бой все еще неплох, по факту. Опять же, на открытом пространстве, именно так, как я и предполагал, но где все эти реминанты с манкубаями, где они? Неужели Шиномен их реально подавит прессами-давилками? Тут, кстати, не просто довольно будет. Слишком мало здоровья. Отхилиться мне здесь нечем. Интересно, что вообще открылось? Куда мне по факту бежать-то надо? Не в начало? Лост соул это, конечно, весело, но что-то здесь же надо делать. Ого! Я натолкнулся прямо на лосоула. Лост соул. Прикольно то, что повылетали они из каких-то вот дырок в этих горных породах. Реально все так эффектно пооткрывалось и повылетали оттуда элементали боли. Вместе с ними и парашнички. Прямо реально очень эффектно, очень картинно все это произошло. Классно выглядит. О, нет! Так, ну что, или я рановато сюда пришел? Так, ну очевидно, что чего-то я еще не вижу. Ох, еще и не допрыгну туда, прикиньте. Один хп, один хп, на верочку. Так, надо понять, что хочет у меня шедоумен. Надо думать как шедоумен, надо мыслить как шедоумен. Надо быть шедоуменом. Я зашел в синюю. Что мне это дало? Показало мне кучу, буквально 41 ревинанта с манкубайами. Я нажал на рубильник, который опять же сделал фикс на это что. Вот эти мапперы, старый языкалки, кстати, они опять же вот и... И все отличаются тем, что они реально очень любят делать свитчхантинг. Вот это прямо фишка, потому что так делали отцы, так делали деды, так делали все, у кого они учились, на чьи они уровни все время смотрели. Все делали так. Вы сами прекрасно знаете. В AD 90-х и начало нулевых, это всегда был свитчхантинг. Да, кстати, Heroes Tales вышел в 2009 году, то есть все-таки это зря приплетал сюда какой-то там маппинг начала десятых. Нет, это чисто маппинг нулевых, как он есть. Вот прям чистейший фактурный маппинг нулевых годов. Так вот, и они делали как умели, делали как знали. А знали они только так, знали то, что о, свитчхантинг это круто. Так делают во всех вадах. И поэтому вот эти мапперы, старые языкалки, конечно, я имею ввиду Бивни, конечно, я имею ввиду Шэдоу Мэна. У них, у всех присутствует в той или иной степени свитчхантинг. В данном случае я его отображаю, как ты нажимаешь рубильник, который где-то что-то открыл, хрен знает где, хрен знает что. И при этом не один рубильник, а целую кучу таких подобных рубильников. Запрятан он на что-нибудь вынужден? Ну, конечно, конечно. Прикиньте, он реально сюда это запрятал. Давайте сразу прочекаем все остальные, может быть, денежные... О, ну да, ну да. Тут нажато. Везде нажато. Что мне это, опять же, дало, я по-прежнему не знаю. И вот об этом-то я и говорю. Миллионы рубильников, реально миллионы. Очень много рубильников. О, это все открывало вот это. Очень много рубильников. Очень. И идей в том, что они открывают, нет. Хм, неужели это какой-то детонатор? Хм, ну да. Это реально детонатор. А это тогда что такое? Вон, додавила всех ревенантов со всеми манкубусами. А что это тогда? Ромеро еще не раздох, не сразу. Ну да, да, реально, мы взорвали эту фабрику. Прикольно, хороший уровень, но реально вот. Не могу сейчас наезжать на это я, потому что очевидно, что прошло 15 лет, и в нулевые это считалось нормой. Но вот только разве что вот это могу счесть за минус. Вот это обилие, реально, да хрен с ним. Пускай вы делаете так, что у вас рубильники открывают что-то где-то непонятно где. Старые добрые добы на свитчханте, ну зачем делать столько рубильников? Их реально вот, сколько их было на этом уровне? Их было очень много. И вот те залы, длинные вот эти коридоры, откуда выходили шотганеры там толпами, чинганеры толпами. Там были еще телепорты, которые открывались после нажатия рубильника, открывалась дверь и открывался телепорт. Который вел фактически, как я понял, в то же самое место. Зачем вот это было нужно, я вообще не понял. Ладно, следующий уровень будет старая живая башня от рейс. Это хороший трек. Ну и хорошо выглядит уровень для начала. 47, правда, монстры всего, очевидно, опять будет коротенький. Но, тем не менее, тем не менее, по крайней мере, мы с вами наконец-то посмотрели на относительно длинный уровень. А уровень был от Шедоумена. Хороший, хороший, хороший. Думаю, что вам, тем, кто посмотрел это видео, увидел этот уровень, тоже, я думаю, понравился. Ссылка на плейлист Heroes Seas Tales в описании под этим видео. Там же ссылка на Discord канал и на Telegram канал. Оставляйте ваши комментарии, делитесь своими мнениями. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok